Дорогие друзья, мы сейчас с вами спрячем колокольчик. Смотрите, кто у нас потерялся. Кто потерялся, ребята? Поэтому я пришла к вам за помощью. Откуда он здесь? Чей он этот колокольчик? Как вы думаете? Наш? Наш это чей? Откуда он? Из музея колокольчиков? А был у нас такой? Такого у нас еще не было. А чей еще он может быть? А вот интересную мысль высказал Лёва. Говорит, может быть, на санках? А зачем на санках? Ну, чтобы он звонил и было слышно. Если вы будете играть, то где вы будете играть на нем? В музыкальном зале. В музыкальном зале? Значит, это музыкальный инструмент? Ну, Деда Мороза мы сейчас не найдем. А вот спуститься в музыкальный зал, давайте попробуем. Посмотрим. Сюда он попал? Да. Что мы видим с вами, ребята? Корзин с колокольчиками. С колокольчиками точно такими же. Точно такие же? Это значит, его семья? Да. Давайте тогда его сюда и положим. Давай. Давайте. Ставим корзиночку. Ой. Слышите? Или мне это показалось? Что это такое, ребята? Что за звук? Колокольчики. Что-что? Колокольчики звенят. Это колокольчики звенят? Да. Это, наверное, они радуются. Наш колокольчик попал к себе домой. Какие вы молодцы. Вы помогли колокольчику найти дорогу куда? Домой. Это мне слышится? Нет. Это мне кажется? Это по-моему колокол. Колокол звучит. Колокол звонит? Да. А как звонит он, ребята? Ну, как колокольчик, то же самое. Только громко. Только громко. А этот звон какой, ребята, по характеру? Например, царь. Либо, например, у царя сын родился. У царя сын родился. Праздник? Да. Праздник. И тебе тоже? Ну, если у президента. Если у президента какое-то событие в стране. Где звонят колокола? Где они звонят? В Кремле могут звонить. Где? В церкви. Люди идут на праздник. Что это опять за музыка такая? Не помню. Не ткань еще. Война. Что-что, Дима? Война. Война, он говорит? Когда? Враги подходят уже. Враги подходят. Тревожная музыка? Да. Тревожится народ. Какая-то опасность. Война, а может быть? Пожар. А может быть пожар. Смотрите, какая у нас тут красота. Какая-то интересная конструкция перед вами. Что это? Это мост Деда Мороза? Или что это? Да. Похоже на запрягашку. На запрягашку. Это называется не запрягашка, а называется как? Крошение. Что это вот? Кого будем запрягать? Лошадь. Лошадь. И повесят колокольчик для чего? Там только олень. Чтобы не потерялась. Чтобы звонила и чтобы не потерялась. Что Дед Мороз едет. Дед Мороз едет, всем оповещает. Чтобы все знали, что Дед Мороз едет. Какие вы молодцы. Все практически ответили. А вот вы сказали радуга. Очень похоже на слово дуга. Посмотрите, согнуто, как радуга. Похоже на дугу. Вот эта конструкция называется дуга. А под дугой прикреплены колокольчики. Смотрите внимательно. Кто сейчас первый догадается? Под дугой колокольчик. Значит, он называется радуга. Радуга. А если под дугой, то под? Под колокольчик. Сложно, правда? Запоминаем, ребята, мы все. Под дужный колокольчик. Почему под дужный? Потому что под дугой. Просто? Просто наш под дужный колокольчик сейчас намного интересного расскажет. Вы видите под дужный колокольчик? А кто же едет в санях? Дед Мороз. Дед Мороз? Старичок на Деда Мороза как-то не очень похож. Дед Мороз, наверное, в лес пошел рубить елку. Дед Мороз, наверное, в лес пошел рубить елку. Или какой-то дедушка. На самом деле, ребята, этого старичка называют емщик. А сегодня он называется почтальон. Значит, что он делает? Почту разносит. Он разносит почту. Только он не разносит. Он везет на тройке лошадей. Что за праздник у них? Колокольчик звенит, хохочет, визжит, заливается. С женихом. С женихом, значит, у них? Свадьба. Значит, у них свадьба. Ну, конечно же, свадьба гуляет, веселится. А мы с вами дальше смотрим. Посмотрите внимательно на эту картину. Подумайте, а что у них-то здесь? Почему звенит колокольчик наш? Наверное, они едут на ярмарку. Наверное, на ярмарку. Смотрите, какие они радостные. И вот там еще тройка лошадей вдалеке едет. Наверное, у них что? Праздник. Еще какие, вы знаете, праздники? Новый год. А что еще? Рождество. Рождество, может быть. Вот ваш любимый Дед Мороз. А сколько у него-то колокольчиков. И все называются? Поддужные. Поддужные, потому что они у нас под дугой, конечно же. Пять. Пять. Ты сосчитал? Правильно, ребята? Да. Правильно. Молодцы, какие математики у меня. Смотрите на этот колокольчик. Это уже похоже в Кремле. Вы знаете, ребята, на Руси всегда почитали колокол. И сравнивали его с человеком. Говорит, так похож на человека, будто бы живой. И давайте найдем, чем же мы похожи. Посмотрите. Вот это деталька на нашем колоколе. Вот. Голова у нас какая? Круглая. А вот это разве круглая? Это называется ушко. Это ухо. Или еще называли корона. Корона где находится? Голова. Значит, за ушком идет? Голова. Голова. А уж потом наш колокольчик чуть-чуть расширяется. Плечи. Плечи. Вот они, это плечи, ребята. После головы расширяется колокольчик. А уж дальше, ваша любимая? Юпочка. Похоже на юпочку? Похоже на юпочку. И даже талия есть. Талия вот здесь. А потом юпочка. А теперь я посмотрю, какие вы были внимательные. Я показываю на своем колокольчике детали, а вы показываете на себе. Мы же похожи с колокольчиком. Покажите мне. Это? Ушко. Ушко? Молодцы. А ушко? На голове. А ушко на плечах у тебя? Ушко где? На голове. Покажите мне. А дальше у нас идет? Плечики. Плечики. А потом? Юпочка. А потом? Юпочка. Талия. Талия. А уж все это? Юпочка. Юпочка. Запомнили? Да. Если я забуду, вы мне напомните? Да. Хорошо, ребята. Я могу покружиться и показать колокольчик. Покружись. Как юпочка кружится. Вот так. Здорово. Молодцы. Ну что ж, тогда для вас сюрприз. Вы справились с заданием? Пойдемте посмотрим на сюрприз. Нам нужно сейчас создать две команды. Давайте мы с вами сейчас решим трудную задачу. Кто у нас будет великий математик? Слушайте. Сколько вас всего человек? А, вы уже знаете, вас десять. А нам надо создать две команды одинаковые. Значит, в каждой команде будет? По пять. По пять. Артем у нас всезнайка. Да, я. И очень быстро отвечает. А Захар ему вторит. Молодцы. Давайте мы с вами заглянем в эти коробочки. Ну, я знаю, вы обязательно догадаетесь и сделаете правильно. Захар ему вторит. И давайте мы друг другу покажем, что у вас получилось. Отходите вот чуть-чуть, чуть-чуть подальше от столов. У нас команда самая первая собрала колокол, у них он один, но зато какой. Как называется? Царь колокол. И даже знаете, где находится? Да, в Кремле. В Кремле, это царь, а почему его так называют, царь колокол? Да, потому что он самый большой раньше. Он действительно самый большой колокол. А посмотрите, вторая команда что собрала? Два колока, один маленький, другой большой. У них два колокола, один маленький, другой большой. Где мы это можем увидеть? На колокольне. Где, где, Дима? На колокольне. На колокольне или называют звонница. Там много может быть колоколов, и они звонят по определенным случаям. А посмотрите, я вам приготовила тоже очень много колокольчиков. Они все находятся в нашей мастерской. Из какого материала у нас колокольчики? Давайте посмотрим. Деревянные есть колокольчики. Еще какие? Из газетки. Из бумаги. Из бумаги. Папье-маше называется. Бумажный колокольчик. Еще. О, клиньяни. Еще из чего есть колокольчики, ребята? Артем, а у тебя из чего колокольчик? У меня? Да. Просто колокольчик. Просто колокольчик. Не из чего? Какой материал? Ну, из киндера сюрприза. Из киндера сюрприза. А материал-то какой? Из чего он сделан? Из пластика. Пластик. Пластмассовый колокольчик. Пластмассовый. Теперь давайте внимательно посмотрим на материалы, которыми вы будете сейчас украшать свои колокольчики. У вас есть клей. Вы можете использовать клей для чего? Для снежинок. Для звездочек. Для звездочек, для снежинок. А еще что есть? Краски. Бумага. Снежинка. И блески у вас есть. Мы должны ведь сделать колокольчики не просто красивыми, да? Мы еще должны поработать быстро, да? Чтобы потом и поиграть на наших колокольчиках. Колокольчик не играет? А когда вы раскрасите колокольчики, я вам обещаю, вы будете играть на колокольчиках. Подумайте, как удачнее вам можно подобрать материалы. Рисовать будешь. Хорошо. Кисточки у вас есть. Я буду кисточки. А я клею. Хорошо. Используйте. Пожалуйста. Я клею. Попробуй приклеивать. Попробуй приклеивать. Попробуй приклеивать. Попробуй приклеивать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok